Последние 10 лет с 2006 по 2016 год стали самыми успешными в истории «Зенита». 4 чемпионства, 2 Кубка России, Кубок и Суперкубок УФА, регулярное выступление в Лиге чемпионов, место в топ-15 клубах Европы и статус самого популярного клуба страны. 10 лет жизни клуба в интервью с участниками и свидетелями тех событий в совместном проекте «Синий-бел-голубых» и «Матч ТВ». «Зенит. Новейшая история». Итак, давайте начнем с 2006 года, когда на пост главного тренера пришел Дик Адвокат. Что изменилось в команде, как изменился быт? О, про быт я могу сказать очень много, очень много интересного с приходом Адвоката. Ну, во-первых, я первый раз в своей истории увидел, адвокат же жил в Кемпинске, ему клуб снимал номер. Первый раз в жизни я видел, чтобы не тренер приезжал на сборы с командой в какой-то отель, а команда приезжала домой к тренеру. То есть мы над этим, естественно, хихикали и смеялись. Один из первых выездов в Москву, мы прилетели в аэропорт, ну, пусть будет Шереметьево, автобус нас встречал во Внуково. Добирались до отеля уже на такси, после чего адвокат сказал, что мы будем летать только Боингами. Естественно, какой футболист откажется от более комфортных условий. Стали летать только чартерами, что действительно, ну, во-первых, более комфортно, во-вторых, после игры позволяет добраться как можно быстрее домой и заняться восстановительными процедурами, потому что игр-то много. Ну, и таких накладок, чтобы нас встретили в другом аэропорту и не довезли, больше не возникло. Первый трофей Дикой Адвоката – это золото 2007 года, первое российское золото «Зенита». Расскажите, что происходило в Раменском и как встречали команду в Петербурге вечером 11 ноября? Значит, в Раменском другого результата, как победа, не подразумевалось. Мы знали, что весь город это ждет. И в итоге тот сюжет, который сложился на поле, я думаю, что он надолго запомнится, ну, наверное, навсегда в этой истории запомнится всем болельщикам «Зенита», поскольку это было первое российское золото, и гол Ширла, и спасение Домингеса, и потом этот перелет, и, ну, и самая, наверное, кульминация стала, это то, что весь город вышел на улицы, несмотря на то, что это было, по-моему, 11 ноября, да, это было неповторимое зрелище, которое я, например, не могу сравнить, как нас встречали ни после Кубка Уэфа, ни Суперкубка, потому что чемпионство ждали все, и весь город был на улице. Следующая остановка – Кубок Уэфа. В какой момент вы сами поняли, что это возможно? Ну, окончательно все поняли, что мы его выиграем после победы 4-0 над Баварией, что уже «Рейнджерс» уже шел как бы оптом. А что касается самой турнира-ситуации, то было очень много моментов, когда мы могли вылететь, и на групповом этапе, когда в Греции проигрывали по ходу, выиграли матч, и Марсель, который нас возил полностью, еще должен был быть гораздо крупнее, конечно, в какой-то степени нам повезло. Но, мне кажется, самым переломным матчем стал с Байером, когда выиграли на выезде 4-1, и был бенефис Аршави, на которого поймать не могли. И с того момента, мне кажется, сам Аршава поверил в себя, что он действительно игрок высочайшего уровня, и может свернуть горы, что, в принципе, он и продемонстрировал потом и в матчах Кубка Уэфа, и на Евро. К слову, во всех этих победах одной из ключевых ролей играл Константин Зырянов, который сейчас тренируется под вашим непосредственным руководством. Чем вы объясняете его секрет спортивного долголетия? Я бы сказал, что долголетие Зырянова – это профессионализм. Но поскольку я закончил гораздо раньше, то я скажу, что это гены. Гены у Зырянова гораздо спортивнее, и долголетие гораздо больше, чем у меня, только из-за этого. Потому что, с другой точки зрения, покажется, что я не профессионал. Ну, а теперь о серьезном. Что не получилось у адвоката летом 2009 года? Почему его отправили, на ваш взгляд, в отставку? Я считаю, что адвокат уже достиг всех титулов, всех, что возможно. И это, наверное, была одна из причин. Но другая – это действительно травма дань и уход ведущих футболистов. А построить моментально новую команду с приходом новых футболистов в топ-топ уровня, конечно, было практически невозможно. И некоторые поражения, они подвели итог к работе адвоката. Я думаю, что это была основная причина, что покинули ключевые футболисты. Проводили адвоката под дождем. Пришел Анатолий Викторович Давыдов. Анатолий Викторович я знаю очень давно. И когда он мне предложил помочь ему на полгода возглавить команду, конечно, это не обсуждалось. Ему нужна была моя помощь. Ситуация была не самая тяжелая, но, зная Анатолия Викторовича, надо его поблагодарить, что он вывел команду к бронзовым медалям раз. И в Лигу чемпионов в квалификацию команда попала. На тот момент это было максимально возможно, чем могли достичь. Скажем так, у нас есть гипотеза, что при «Дикий адвокате» «Зенит» вышел на качественно новый уровень. Но именно «Сполетти» систематизировал новые успехи «Зенита». Но все-таки, мне кажется, тот уровень, который, да, систематизировал «Сполетти», я соглашусь, но на этот уровень надо было еще команде выйти. И здесь совпало очень много вещей. И тренерский талант адвоката, его уверенность в своих силах, и приход «Газпрома», который не давал в обиду нашу команду, и который позволил усилиться ей. И сама команда подобралась. То есть был сплав как российских футболистов, так и очень хороших иностранцев. А то, что «Сполетти» поставил как бы на фундамент уже на крепкий, это действительно так, поскольку «Сполетти» прошел очень большую школу, работал в итальянской серии А, и работал со многими звездами. И сама система, которую «Сполетти» привел к команде, она очень интересная, и она понравилась футболистам. Понятно, что у каждого есть там своя история, связанная с «Лучаной Сполетти», но чем мистер удивил лично вас? От него исходило огромнейшее спокойствие в ключевые моменты, в которые могла нервничать вся скамейка, все помощники, все кто угодно. Но он сохранял спокойствие удала, такое было ощущение, что он смотрел в какую-то другую сторону совершенно, либо себе под ноги, либо куда-то еще, и принимал одно только верное решение ему. И потом мы уже, когда общались с Симутенко, поскольку мы только начинали, то понимали, что действительно решение-то было верное. Если подводить промежуточные итоги, чем для вас запомнились прошедшие 10 лет? 10 лет, и я считаю, что если я какой-то день один выделю, а другой забуду, то я обижу именно тот день, который я забуду. А начиналось все в 2003 году, приход непонятного Чеха, поражение 1.7 от «Динамо», приход лидеров «Виража» на базу, причем, где не было ни одного члена полиции, просто разговаривали на повышенных тонах, ни службы охраны, ничего не было. И заканчивали все победами в чемпионате, и кубки УЕФА, и суперкубки, и сейчас «Зенит» на другом уровне. Ну вот как-то так. Ну а если попытаться взглянуть в будущее, что бы вы хотели увидеть в течение следующих 10 лет? 10 лет? Дай бог прожить еще 10 лет. Я вообще на самом деле иду от дня к день, ко дню, но моя мечта, наверное, и как человека, который работает со второй командой, с молодежью, чтобы больше было питерских ребят в команде. Чтобы мы поставили на правильные рельсы, наконец-то, воспитание молодых футболистов в нашей академии, вообще в Петербурге. Я думаю, что это не так сложно сделать, и если взяться с умом за это, за все за это, и правильно оценивать, и учить ребят именно тому, чему надо учить. Потому что не может быть такое, что раньше все время были воспитанники свои, которые играли на высоком уровне и в сборных, и достигали побед, то за последние годы, чтобы этого не происходило. Я считаю, что мы должны это исправить, и чем больше наших воспитанников будет в «Зените», тогда я буду счастлив. В ближайшие 10 лет это произойдет, будет здорово.